Субтитры сделал DimaTorzok На другой лайн. Можно так попробовать. Можно попробовать так, как задумала изначально команда Power Rangers. Это совсем не так, как я угадал. Ну и последний пик для Team Tinker. Main Carry. Забанили пока что Phantom Assassin, забанили Тролль Варлорда, забанили Бристол, Бека, ну и из тех, кто мог бы с руки лупить. Ну и Бруду тоже Team Tinker забанили. Всегда есть антимаги, всегда есть воиды. Под эсэфа. Под эсэфа, под эсэфа. Что же здесь вообще может браться под эсэфа? Медуза точно так же, наверное, могла бы быть в пике. Эсэф мог бы смело у нас уходить в Мекку, Яулы, Даггеры. Ну вся ерунда, которая сейчас тарится эсэфу. А фарм и убийство возложить на Медузу. Расфармленная Медуза Брюмастера чувствовать вообще не должна. Рубик, Даззл просто будут с плэшом разваливаться. Ну и Акс, Снайпер, все это тоже можно брать. Наверное, можно. Опять же, это моя ставка никакого отношения к действительности она не имеет, пока пик не произведен. Поэтому. Квопа. Значит, вот так. И теперь посмотрим, кто у нас куда отправится. Блэк на квопе будет фармить. В мид отправится у нас эсэф. С блэком, наверное, Deep in my heart. A wind blows. И Skyros Mag для 1, 2, 3, 4. Будут вместе с квопой на лайне. Это уже неплохо. Хотя и с клоком можно отправить какого-то одного саппорта. Квопа и так хорошо стоит. У квопы всегда есть эскейп. У квопы есть возможность харасить самостоятельно, не отвлекаясь вообще от фарма. Можно немножко одним саппортом пожертвовать, это точно. Отправить его вместе с Ризенсом. Со стороны команды PR. Ну, я думаю, это, наверное, возможно, у нас даже будет 2-1-2. Да, Роджер забирает у нас... Так, Роджер, Роджер... Роджер забирает у нас Брюмастера. Это говорит о том, что... Наверняка в мид... Нет, не в мид. Брюмастер отправляется не в мид. Брюмастер отправляется фармить на топ. Дитяра, скорее всего, отправятся в мид. Лейн. Ну и NoFear вместе с J4 и вместе с Чеширским Котом пойдут гнобить сложную. Тогда это будет неплохо. Тогда это будет неплохо и будет, в принципе, шанс. Здесь Skyra с Мак вместе с Ризенсом пойдут сложную и будут стоять против квопы. Можно, в принципе, до 6-го левела квопе делать с ними все, что угодно с каждым. Главное, не подставляться под батарея саут. Аркан-болты будут... Ну, всякие аркан-болты будут, конечно, летать. И также и конкассившот будет. Да и всего по чуть-чуть будет у нас в квопу. Главное, не подходить слишком близко, чтобы не попасть в коги, не попасть в батарея саут. Что можно просто не пережить. Вот реплаут пейеров внизу. Это уже весело. Напомню, первую игру команда Power Rangers проиграла. Причем как-то так проиграла не связано вообще. Блэка у нас назад. Отбросили Блэк. Первым же делом валить отсюда. Ай, квопа, квопа. Что я рассуждал? Полтора часа рассуждал, как квопа будет стоять у нас против Даблы из Клокверка и Скайрос Мага. А квопа у нас играет за команду Тинкер. Вот это расслабон, конечно, я себе устроил. Блэк у нас внизу будет вместе с Витч Доктором. Против триплы из J4 на Рубике, ноуфир на Дазли и Чеширский Кот на Аксе. Вот теперь все гораздо интереснее. В Соло Роджер будет фармить против Фризенса. Ну и в миде Дитяра против Скайрос Мага и Койквы. Ну, номинально Койквы, Скайрос Маг здесь просто для отвода глаз и для постоянного Хараса Дитяра, пока Койква возьмет третий левел. Поймали Блэка. Можно попробовать забрать Блэка. Подожгите же его хоть чем-то. Блэк уходит. Поймали, но не забрали. Блэк и так очень плотно огребает по лицу. Каких-то быстрых отхилов здесь нет. Одними танго здесь не справится. Чеширский Кот в это время фармит. J4 понимает, что от него требуется. Нон-стоп телекинез и возврат Блэка куда-то в файт. J4 закупился у нас как раз для этого. Кларити есть, есть Boots of Speed. Просто бегай, Хараси и напрягай своего соперника. Скайрос Маг очень сильно проседает. Дитяра. Пошел гнать у нас 1, 2, 3, 4. Но тут скорее всего надо отдаваться или бежать во вражеский лес. Забил вообще дитяра на Скайрос Мага. Может быть встретит попозже, а может и не встретит. Да в принципе какая разница. Дали возможность хоть как-то крипам подойти. Третьего левела. Койква первого левела до сих пор дитяра. Сейчас только второй возьмет. Еще и не возьмет. Да, проблема у снайпера дичайшая. 0-0. Третья минута уже начинается. 0-0 по крипстату. Дитяра. По-прежнему 0-0. Начинает уже злиться, как я понимаю, на Скайрос Мага. Второй левел у дитяра все-таки имеется. Все, Скайрос Маг доигрался. Наконец-то можно хоть что-то будет ему рассказать. Нет, не доигрался. Уходит Скайрос Маг. J4 подошел сюда, потому что бедствующее положение у мидера команды Power Rangers. Койква цепляют. Разменялись ударами, разошлись по своим хайграундам. У чеширского кота уже имеются транквил бутсы. Есть стаут шилд. Есть в принципе все для отхила. Пошла погоня у нас за Вич Доктором. Можно гнать его. Poison Touch есть? Нет, нету Poison Touch. У нас No Fear. Просто настреливают, просто размениваются ударами. И это неплохо. Поразминали Блэка. Не заагрил чеширский кота. Ну и вовремя отменил Берсеркер Кол. Все, выбрали нужную позицию. Отправились за Тауэр. Это то, для чего и берется у нас Акс вместе с Даззлом. Даззла оставили, уходит чеширский код. Беги, я их задержу. Не задержит никто тут никого. ТП. No Fear нет. Есть правда в стэше, но он прекрасно понимает, что его ждет. Попытается отдаться крипам, но есть шанс. Да, убивается. Убивается у нас с Даззл нейтралами. Ну и номинально ФБ не произошло. Ничего не случилось. Играем дальше. Экспун никто не заработал. Золото никто не заработал. По голде чеширский код. No Fear тоже ничего не потерял. Закуп был под ноль. Все, в общем-то, хорошо. Все, как и было раньше. У Роджера. 500 на руках после Boots of Speed. Есть Орпу в Веном. Решил он гонять Ризен. Ну, не знаю, как можно вообще Клокверка гонять в Соло на Лайне. Тут через батарея Саут Роджер наверняка у нас огребает. Он решил и решил его дело. Кто вообще рисует этих Курьеров? Кто их создает? Что это? Я, конечно, прошу прощения, что я отвлекаюсь от основного экшена. Кстати, у нас основной экшен на миде. Ладно, отвлечемся. Вопиющая какая-то жуть. Skyros Mag на лоу хп, но живой, в принципе. Койква тоже пытаются гнать. Койква тоже на лоу хп. Но, в принципе, живой. Ну и подлетает Вич Доктор сюда в файт. Вернемся к этой твари. У Койква мало хп, но, в принципе, банка есть. Банка обузится. У Чеширского Кота, в общем-то, все в порядке. 820 по золоту есть. Отправился во вражеский лес воровать фарм. И это у него получается. На миде Дитяра. Надо как-то его подхилить. Но для этого, собственно, здесь дазл. Правда, маны уже практически нет. У Дитяра есть танго. Тут дальше будет по-своему как-то справляться. У Брюмастера. Шестой левел появился. Праймал сплит есть. Кукшот у Клока тоже есть. Баттериас аут третий. Пауэркокс на один. Надо Роджера попытаться похарасить. Вряд ли Роджер даже в праймал сплите у нас Клокверка убивает. Слабо в это верю. Бежит. И тем не менее Роджер бежит. По фарму. У Роджера 27 на 8. У Клокверка 21 на 5. Не так плохо, как могло бы быть. Стоян против триплы. Со стороны команды Тим Тинкер внизу. У Квапы 25 на 5. Крипстат. Ну и... У Чеширского кота 33 на 2. Практически вплотную подходит Койкве. Сэф на миде. У Сэфа все хорошо. У Сэфа все получается. Ну и Чеширский кот не отстает от... Первого места по фарму. По Нетворцу тоже на первом месте у нас Койква. На втором Чеширский кот. Сколько крипов, столько и... Такое место у нас, собственно, по Нетворцу. Ноуфир перемещается на топ. Видимо, будет попытка кого-то где-то забрать. Ризанс уже давно гуляет. Целый невредимый. Ризанс, кстати, на ступеньках почему-то стал. Непонятно за... Вот почему он стал. Отключается от игры. Ладно, по начальным артефактам пробежимся. Ничего. Аквила, Бутсов Спид и 1400 на руках. Возможно, Сэфа у нас пойдет в Меддас. У Вичдоктора ничего. У Клокверка, Транквилы, Боттл Стаут Шилд. У Клоппы, 500 на руках. В Курьере ничего. Ну, а здесь это не считается. Акс, Транквилы, 1300 сверху. Снайпера. Бедствующее положение. 25 на 4 хоть что-то настрелял. Правда, 50 на 15 у Койква. Как вам такое? Такое противостояние на миде. Но здесь один Скайрос Мак уничтожил все желание, видимо, снайперу фармить. И гонял его пол игры по карте. У Брюмастера мы видели 1000 на руках сверху. И здесь тоже ничего. 7 минут сыграно. Саппорты голые. Кое-кто, кое-какие артефакты насобирал. Но каких-то серьезных артефактов, вроде даггера, таких, которые переломили бы ход событий, не появилось еще и пока не появится. Ближайшее появление, это у Чеширского кота появляется даггер. И тогда какой-то экшен организуется. Потому что что-то мне подсказывает, что SF у нас не в Юл пойдет, а, скорее всего, будет собирать Мидас. Ну, мне так кажется. Интернет сломался у Ризанса. Насколько там пауза у Ризанса неизвестно. В принципе, интернет отпал. Давайте я буду, в общем-то, следить за этим. Пока у нас немножко графики и музыки. У меня в любом случае только-только появятся звуковые сигналы. Мне повестят о том, что игра возобновилась. И сразу же вернемся. Пока не переключайтесь. Там, если что, спрашивайте что-то в чате. Можем переместиться в чат, пообщаться. Чтобы я писал, а не говорил. Ну, или задавайте свои вопросы, могу поговорить. Пока что трансляцию до возвращения Ризанса на минутку, на две приостановим. Ну, и не забывайте, пока есть время, собственно, заходите в группу. Смотрите, что там вообще у нас происходит. Как у нас анонсы появляются. Следите за жизнью группы. Подписывайтесь на канал ВКонтакте. Ну, и, конечно же, YouTube. Там все вводы от комментированных уже матчей. Мы не так давно стримим, начиная с февраля месяца. Но плоды нашей работы уже по YouTube разбросались. Посмотрите на работоспособность. Поймете, что мы слишком серьезно относимся к делу, чтобы проходить мимо и не собирать друзей вокруг данных трансляций. Продолжение следует... 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 И в момент, когда вы про это узнаете, маленькое життя внутри вас уже существует. Клинично доведено, что Elevit ProNatal уменьшает риск вродженных ватрозвитков. Вот почему надо цельно принимать Elevit ProNatal под час планирования и протяжении всей вагитности. Elevit ProNatal. Для здоровья вашего малюка. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Мув спит бешеный. Надо просто бежать. Поднимайте его в ветра. Давайте ему кирпич. Да сделайте что-то вы с этой птицей. Поднимают у нас Ризенса. Но должен успеть раскастоваться у нас Роджер. Хотя стан прошел у нас по 1-2-3-4. Клэп от Роджера. Маны, правда, не хватает на Клэп. Роджера развалили. 2-0. Тим Тинкер. Куда направился Роджер непонятно. По типу Снайпер, по типу Снайпер, по типу Снайпера гоняет у нас один Скайросмаг. Это, конечно, печаль. 1200 на руках у Снайпер. Уже имеется Мордип Маск. Врыв у нас от Ризенса. Поймали дитяра. Ну, здесь Койква. Никто его не отпустит. Клок забирает этот фраг. Второй фраг для оффлейнера команды Тим Тинкер. Два из трех. Хороший показатель. Чеширского кота уже готов Даггер. Ну, так гоу реализовывать. Чего ждать вообще? Блэк на Клэпе уже насобирал на Пауэр Трэдс, Боттл и Нул Талисман. Ух, там носит меня. Прокликал. И постепенно выходит в Оркет. Скайросмага 690 на руках. Ничего пока больше нет. У Ризенса появляется все, кроме Бродсворда на Блэйдмэйл. У Роджера 1850 на руках. До Даггера еще 300 по голде. Даже 400. У дитяра ждем появления Масков Мэднес. Если, кстати, в Курьере рецепт не лежит. Нет, не лежит. Пауэр Трэдс, Рейс Бэнд, Мордип Маск. Пока такой набор артефактов. На мид отправляется у нас Акс. Пока еще не палил свой Даггер. Ну, вряд ли прокликали у нас Акса. Проверяли, если нет Даггера. Врываться в любом случае можно. Бежит Чеширский Кот на хайграунд. Врываться бессмысленно. Там никого нет. Джейфо на Рубике. На Т2. По нижнему лейну. Просто отпушить. Ну, 700. Натикал уже Ризенсу. Пока что такая активно-пассивная дота у нас наблюдается. Ну, наверное, самые интересные моменты были, когда отваливался у нас Ризенс. И мы слушали музыку. Пока в веселье ничего на карте не происходило. Ну, одиночные фраги. Да, там действительно интересная была история со снайпером. И Скайра с магом. Но это было так давно, что уже плохо помнится. Дитяра отправляется в лес. На миде не стоится. Ну, и непонятно почему. Уже один раз Клок влетел. Влетит второй раз. Дитяра точно так же не вывезет тот дэмэдж, который в него вливает. Мом прилетает для мидера команды Power Rangers. Еул для эсэфа. Подумал я, что будет медас. Нет, это я немножко недооценил Койкву. Все-таки появляется Еул и уже есть второй Requiem of Soul. Значит, кого увижу, того убивают. Роджера видят. Надо просто дать Сайленс туда, поднять его в ветра и попытаться развалить. Скайра с маг на мид отправился пофармить. Здесь трипла из дазла Клока и эсэфа имеется. Ну, Койква классно себя чувствует по фарму. 7200 общий нетворст, ближайший его преследователь. В составе команды Power Rangers 4500 нафармил. Это Чеширский кот. Ворвались у нас в Снайпера. И, да, как сказали, не будет у дедули жизни. Действительно, гнобить будут теперь нон-стоп. Как я понимаю, здесь есть кому врываться. Клок. Опять через Хукшот. Просто надо попасть по Снайперу. Снайпер по факту погибает. Но здесь БКБ must have вообще для Снайпера. Я думаю, об этом прекрасно знает Роджер. Еще и Блэйдмейл для Клокверка. Вообще, начальный этап жуткий был для Снайпера. Но теперь дела на самом деле нисколько не лучше. Там хотя бы были какие-то мысли о светлом будущем. Пока что настоящее очень туманно для Снайпера. Что там будет в будущем. Возможно, в будущем еще страшнее дела будут с ним происходить. Койква на руне на топе. Забрал себе Реген в банку. Ушел отсюда. 1300 после Яула. Пока что рассказ от Койква мы еще не видели. Но ждем. Это вопрос... В принципе, вопрос времени. У Чеширского Кота 1600 после Даггера. Где у нас Чеширский Кот вообще берет деньги? 80 крипов в принципе. В Докфайтах почти не участвует. Загрил на себя Блэка. Ну, нет. До Квилингблейда дела не дойдут. Хотя не надо было, конечно, попробовать. Даггер через 2 секунды уже под сейф от Скайра Смага. Шестого левела Скайра Смаг. Дитяра. Каски по нему. Дезвар тоже по нему. Должен выживать. Да. Пожил. Хукшот. Снайпера опять разломали. Бедняги. Все лицо. Ну, 1-3. Начало дикое вообще для снайпера. Гнобят как хотят. И главная проблема, главная заноза это Клок. 4-0-0 идет у нас Ризенс. Как хорошо не фармит, не пытается, точнее фармит снайпер. Все это отправляется в никуда за счет Клокверка. И что, поймали Чеширского Кота? Мистик Флеер переживает. Влетает Койква сюда. Ульта под ноги Чеширскому Коту. Один удар. Акс в таверну. За Джейфо. Дальше погоня. Еще один Койл под ноги. И СФ. Двумя Койлами, в принципе, на слепую Койква у нас действовал. И чуть-чуть его не подвело. Развалил снайпера. 8-4. Тим Тинкер. Не нашли чем ответить на смерть Квапы, которую мы с вами, к сожалению, пропустили. Но она была. Верьте мне на слово. Мультиспауны у нас, как я понимаю, здесь для Акса. Что, глянем графики. Пора уже. Под 10 тысяч Нетворс у нас у Койква. И 6-300 у Чеширского Кота. Хорошо ли это для команды Пауэрэнджерс? Нет, не думаю. 5 с лишним по золоту. Тим Тинкер по экспириансу. Под 4. Европейский коллектив. У Акса появляется Блэйд Мэйл после Даггера. Тут основная цель, я думаю, СФ все-таки. Потому что СФ нормально валит с руки. И СФ... Можно ловить его. Можно пытаться. Дитяра. Ну, дитяра опять огребает. Как же так, а? Что ж так сложно, дитяра, хоть что-то делать? Везде. На всех частях карты разваливают дитяра. Ракета в спину. Мега килл от Клокверка. И все это за счет смертей дитяра. По-моему, 4 смерти снайпера были при участии конкретно Ризенс. МВД у нас какой-то сумасбродный мув организовал. Наверное, уснул просто и упал головой на Ф9. Не, ну бывает. Сразу проснулся, чур меня отжал. Вичдоктор в файтах практически не участвует. 13 крипов. Ну, тут не грех заснуть. Дота вообще опасная штука. Брюмастер от Даггер. Пауэртрет с 800 сверху для Роджера. Готовится выход на мидлейн. Каски, ну, каски в принципе в никуда. Т1 должны забирать. Глиф, конечно, провязали, но толку от этого глифа никакого. Тут и снайпер есть, который может, если, конечно, у нас не трясется. Снайпер, нет, снайпер не трясется, с командой бегает. Теперь в одиночестве дитяра оставаться нет смысла. В окружении своих товарищей двигается, потому что слишком сладкая цель он. Клок, что-то у нас поджег, где-то просветил. Что-то не вижу где. Блэк отправляется во вражеский лес. Тырить фарм. По-наглому тырить фарм или забирать Т2? Что-то из одной из двух. Теперь Скайросмак у нас заснул. Как так вообще? Отваливается Клокверк. У Ризанса, видимо, опять проблемы. Ну, ждем. Ждем. Только появится, вернусь сразу же. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 в игру играет четвером команда team tinker в это время уже замес у нас на топе как удачно мы вернулись увидели как отвалился вич доктора отпадает у нас также снайпер летает в ветрах чеширский код чеширский код никуда у нас не улетал как в тот раз ну все без резинца будут играть team tinker неужели это шанс для pr хотя что там с клоком особенно выдумывать нечего хук-шот батарея саут блэйд мейл включил в коге закрыл все можно переключаться на следующего персонажа ну даже немножко странная ситуация но и почему-то мне кажется что team tinker в четвером серьезнее будут смотреться чем плееры в пятером на самом деле вот пожалуйста reasons кто-то им управляет и управляет вот таким образом батарея саут чеширского кота поймали грейв на него бросили ну и кризиса скорее всего здесь заберут но напугал он знатно чеширского кота тут под сейф было от тиммейтов реализация clockwork а в общем-то простая и все в команде team tinker умеют это делать скорее смогу вообще заняться в принципе не чем ну или там допустим вич доктору сиди контроль clockwork а устрою погоню за фрагами ну хоть когда-то кого-то поубиваешь по графикам пэры на 5000 проигрывать даже на 6 по экспириенсу на 7000 все это в пользу team tinker горят и горят очень сильно и по героям у team tinker все хорошо на лейт кстати койква здесь умудрился дабл килл сделать сейчас мы с вами повтор посмотрим роджер у нас кстати гонит дальше сф а сф роджера в принципе на юли вертел перематываем койква поднял ветра у нас снайпера дитяра на лох б тут ноу фир рассыпался ну и дитяра без снайпера тот же разваливается 14 8 попал нас давно отъехал это не считается ну что на миде у нас замес чеширский кот убил вич доктора бульба 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 тоже отваливается чеширский кот вроде бы за его идил у нас голубей но тут хп достаточно должен выживать 14 11 трипл три фрага для pr в одном файте такого уже давно мы не видели это полезно для pr в плане как разве что ну не разве что в первую очередь в моральном плане можно бороться команда team tinker уязвима и уязвимые места легко можно найти просто надо как-то подольше поискать black оркит уже приобрел есть power threads имеется нул талисман есть также боттл у койквы все еще поменялось ребята переписали полностью свои ники как так могло случиться у койквы 2600 на руках это после бкб до после юла после даггера у койквы по фарму все великолепно на 4 на 5 даже тысяч обгоняет у нас чеширского кота у койквы есть ульта бкб надо просто включить койква чего ты ждешь пошел наваливать по джейфо ну скорее всего разберут здесь койкву даггер через секунду пошла погоня дальше за джейфо ну и койква бежит тауэр забирает этот фраг койква остается на 70 секунд в таверне но в итоге все равно забрал перед смертью забрал перед смертью у нас своего оппонента именно рубика у дитя рано снайпере ну как только могут саппортить своего пожалуй мейн керри вообще в тиме дают возможность все что угодно вообще делают игроки команды пауэрэнджерс просто дитя рожевину его хейтят по всей карте делал это бульба бульба уже отпал играют без него тем не менее тем не менее убивает клок у нас снайпера я думаю только ворвется сразу убьет скаросмаг уже готов мистик флеер я думаю запустить надо просто ворваться провязали у нас глиф бульба готов ворваться в кого только дайте цель ноуфир открылся в принципе открылся для даггера будет ли врыв от от бульба нет стоит на магазине заскучал но его же контроль от как я понимаю не могут просто так стоять и смотреть ноуфир если вижен должен быть вижен просто откройте 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 руну снайпер по моему самая сладкая цель да дитя ра у нас разваливается ой-ой-ой потерянный эггис должен быть хотя есть еще недалеко у нас ноуфир отхилели дитя ра потихонечку убили скаросмага ну и бульбу тоже расковыряли ну здесь уже пэры не прощают они выходят вперед по фрагам как разыгрались там в пятером против четверых 3 600 у акса на руках чеширский код 5 1 6 это в общем то тут дело даже не в том кто отвалился кто нет берсеркер скол но не достает до вич доктора сразу бежать в принципе затар хороший у акса плотный сильный колючий даггер форстав блейдмейл всего предостаточно но дальше надо фармить снайпер с него я так понимаю функция фарма снимается потому что дитя ра ни на что пока не способен умирает очень быстро ему главное где-то держаться подальше койку на себя загорел чеширский код койку разультиться сейчас под ноги чеширский код отваливается койку просто разорвал на куски у нас мейн керри команды пау рейнджерс и самого толстого парня самого толстого и неприятного койку с руки уже куча дэмэджа 105 и 112 ну 217 просто с руки наваливает койку плюс ульт очень больно любому персонажу если бы здесь был дазов или снайпер вообще даже не почувствовали бы его ну можно же делать нормальных курьеров а можно же можно нет нельзя давайте делать вот это просто великолепно это какое-то чудо это вал вы сотворили маленькое чудо или кто там его сотворил это чудо мистический такая редкость такая редкость мужик летает на свинья хуже этого только экзортовый инвокер может быть по моему все не отвлекаемся возвращаемся к матчу и тут няша летит и там свинья с мужиком привязанным мы развлекаемся как можем игра конечно потеряла вообще какой-то вменяемый ключ отвалился один игрок тут как в пабе уже четыре против пятерых уже как-то не понимаешь вообще есть игра нет игры доигрываем просто потому что так надо улетают на свой т2 дефать блэк уже здесь кстати у блэка 200 на руках поймал его роджер блэк после даггера после блинка точнее блэк наверно не уходит на ком у нас эггис был и на ком пропал на снайпере да отвалился у нас у дитяра а эггис собирает постепенно себе бкб наверно лучшее из решений которые дитяра сегодня принимал точно важнейшие из решений у эсэфа тем временем появляется баттерфляй сейчас курьер только принесет но койква уже с руки очень сильно бьет так роджер врывается у нас в койку поднимает он в ветра у нас брюмастера а сам бежать отсюда и наверное правильно потому что близко был джейфо и кто знает кто там вообще был еще за дитяра пошел на эншинтов бкб себе принес эсэфу мотерфляй прилетел убили в это время клокверка чем там что ж так сильно разнесло то дэзвар дом разнесло так сильно у нас клока давайте посмотрим на это чудо маленькое чудо доты бульба во вражеском лесу ну точнее то что от него осталось ну здесь квилингблейд от шиширского кота размазала ну и потраченный потраченный дэзвард пэр выигрывает выигрывает 20 17 по фрагам по золоту тоже выходят немного вперед под три тысячи их преимущество по экспириенсу 5000 тоже в пользу команды пауэр рейнджерс что у клока у клока 1900 на руках деньги никуда не деваются деньги на нем и деньги в общем то бесполезные для него теперь у роджера немного совсем остается до владмира так ворвались у нас в вич доктора сразу же закрывают роджера здесь в коге и плюс sonic wave в спину брю мастера разменяли на вич доктора честно ли это правильно ли это сэф в это время развалился у нас в на реке я так толком даже не увидел этого файта даже странно сэф обычно у нас тихо не умирает 2 400 у дитяра после появления black king bar пока еще не юзал возможности такой не было ну теперь команда пауэр рейнджерс наверное будет давить и теперь возможно этот бкб уже не так то и нужен ну просто немножко успокоить дитяра мол отдышись все это прошло тебя больше не будут так сильно хитить потому что хитить попросту некому хотя квопа еще осталось да здесь конечно неуправляемый клокверк это плохо врыв у нас от блэка на блэка блэка должны разваливать чеширского кота нет маны на квилинглейд дальше еще один удар на лоу хп квопа у нас уходит кстати там что-то интересное появилось у акса что-то интересное под названием mailstrom чеширский кот вот так решил свои деньги реализовать ну не часто конечно такое увидишь тут мелнир сам на себя будет собирать акс кто же еще не дитяра же давать это поручение дитяра печальный по фарму абсолютно на третьем месте конечно но это только сейчас ну и по фарму дитяра почти в два раза недавно уступал на ссфу если не больше два мидлейнера теперь отваливается вич доктор ну тим тинкер будьте людьми отмените вы эту паузу все отменили паузу без тиммейтов решили сливать ну еще одна пауза и вот на Продолжение следует... 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 Но знайте, что вы, типа, козлы и сволочи. Да нефиг ждать вообще. Тут в любом случае Тим Тинкер ничего не светит, я думаю, в этом матче. В четвером они не отковыряются. ПР уже их перефармливают на 5000 здесь и здесь на 6. Чеширский код вынес больше, чем это вообще допустимо, чем позволено законом. Роджер тоже хорошо себя чувствует. Тут его нечем толком убивать. Ну, СФ, правда, красавчик. Койква. После Баттерфляй полторы тысячи насобирал. Ну и Квапа, Квапа, Квапа без БКБ. Ну вот теперь с БКБ. Такая вот интересная игра. Квапа то без БКБ, то с БКБ. Ладно, детяра. После Демонеджа 1200 на руках. У Роджера мы видели, что у Джейфо Даггер и у Джейфо Пойнт Бустер. У Ноуфир Медальон и Аркан Буцы. У Акса 2000 после Мейлстрома. Но я думаю, Акс у нас Милнир должен собрать. За всех Аксов всех времен. Никогда такой роскошь не позволяли у нас Аксом ни в одной из команд. Ну, теперь настал его звездный час. Сплоховал у нас Снайпер. Детяра действительно бомжует, мягко говоря. Ну, сейчас уже нет, но до этого полнейшая печаль была. Ну и пришлось эту функцию возложить на себя Аксу. Спать хочешь? Нет, нет, спать я не хочу. В принципе, не поздно. Спать хочется от такой доты. Ну, как бы спать вообще вечно от такой доты хочется. Не просыпайся. Скучно, но отвалился игрок. Команды играют на расслабоне. Я просто знаю по пабам, когда отпадает один игрок. Ну, все, ты играешь по стольку, по скольку. Ну, мне кажется, здесь ситуация абсолютно идентичная. Кто там контролит бульбу, ладно. Это понятно, что кто-то одну эту функцию выполняет. Но то, что каких-то вменяемых файтов от Team Tinker ждать... Нет, я бы не стал. Одиночные какие-то выходы. О, господи, какая же ты тварь, а. Вот, какие-то одиночные выходы от Койквы или от Вич Доктора или от Квапы. Да, это может быть. Но какого-то массированного наступления очень вряд ли. Очень вряд ли. Ну вот, Блэк может выйти в соло на J4. Где тиммейт? Тиммейтов близко вообще нет. Все, Квапа забирает фраг и уходит отсюда. Я боюсь, что контроль за персонажем Бульбы, за Клокверком дали Скайросмагу. И вот у меня тоже вопрос, справится ли он с Раскастом моментальным. Ну вот сейчас закрывает в Коге, туда надо давать Мистик Флэйр. Да, справляется. Может и не ему дали, но в любом случае, да. Больше я ничего не боюсь. Чеширский Кот врывается у нас на Бульбу. Моментально разрывает Бульбу пополам. Пошла дальше погоня за Койквой. Даггер, Койкв отсюда делает Даггер Аут. Врыв. Вовремя отменил Бесеркер Колл у нас. Чеширский Кот, даблкил, еще один слэмданк по голове. Мы разнесли двоих игроков команды Тим Тинкер. Ну, это один Акс соло уже делает. Покупает себе бутсу в Тревел. Мьолнир будет попозже. Как тебе, Курьер Азумир? Что это значит? Это обращение к кому-то или это какое-то определение какого-то Курьера? Так, развалили Блэка. Также Unstoppable для Чеширского Кота. Ну, теперь, собственно, Чеширский Кот вообще... Никакого сопротивления не чувствует. Здесь ССФ, разве что. Может, Чеширскому Коту что-то рассказать? Так, Дайер Курьера убили. Где, где, где Дайер Курьер? Вот, мертвый Дайер Курьера. А вот эта тварь живет и все, и ничего ее вообще не сделает. Ты просто посмотри на нее. Худшее из того, что мне приходилось видеть. Худшее. Еще раз повторюсь, после экзортового инвокера, разве что. Но худшее точно. В этой катке 100%. Team Secret, мне кажется, и вдвоем могли бы выиграть. Там подбор персонажей такой крутой. Подбор игроков, что там... Одному дай контролить, четверых законтролить точно. Team Secret действительно наиболее, наверное, рукастый коллектив в мире за всю историю Доты вообще в целом. Праймал Сплит пошел у нас от Брюмастера. Ну, забирайте мид и уходите. Коги от J4. Нравится ему в собственных когах стоять. Ну, уже просто балуется команда Power Rangers. Понятно, что эти Коги никому нафиг не были нужны. J4 просто их провязал, чтобы повеселиться. Ну, фанятся, фанятся. Довольны вообще. Избили коллег. Четырех. Довольны. Ладно, быстрее бы уже закончилась эта игра. И у нас Mind Sanity против Hellraiser. Сразу после этого матча. Вот там действительно будет веселье. Дитя Раб. Начинает настреливать Блэку. Теряет Аегис. Чеширский Кот. Нет маны на Берсеркер Кол. Ну, развалили Чеширского Кота. Койква не собирается никому ничего отдавать. J4 тоже отвалился. Роджер. На Койкву. Койква под Мистик Флеером стоит. Но это его Мистик Флеер. Ему не больно. Дитя Ранал УХП. Дитя Ранал УХП. Дитя Ранал Хоть вспомнил, с чего эта игра начиналась. Койква живет. Койква живи. Трипл килл от мидера команды. Тим Тинкер. Тим Вайп для Тим Тинкер. Потерянный мид. 2 800 заработали. ССФ у нас выкупался. Тут немного заработал. Но все равно золото свое отбил. Может попробовать подраться? Да, Койква пытается подраться теперь у нас с Бараками. Тоже не лишено смысла. В принципе, отхиливаться он отхиливается. Думаю, надо было даже и с руки доковырять крипов. Хотя бы отхилился бы у нас Койква. Но тут терять по большому счету нечего. Либо сейчас что-то сносить, либо ничего не сносить вообще. Байбеки у команды Power Rangers имеются. Рубик выкупился. Решил в соло пойти подраться. Есть байбек также у Чеширского кота. Ну и все. Чеширский кот не выкупается. Выкупиться не будет Мьелнера. Здесь уже 3 человека команды Тим Тинкер. Койку назад отбрасывают. БКБ. И бежать отсюда Койква. Уходит. СФ. Бульба. Врывается у нас J4. Ну, зацепят у нас, скорее всего, Бульбу. У J4 телекинеза, правда, давным-давно уже нет. Бегут за Бульбой. У J4 ворованный Блинк. Какой хитрец. 30-25. Попробовали, не получилось. Теперь, я думаю, будет пробовать команда Power Rangers. Сейчас у Дазла будет ульт через 20 секунд. Ну, как раз к этому времени придут хайграунды команды Тинкер. Старладер будем ли мы в будущем стримить? Посмотрим. Сейчас этот вопрос обсуждается. Пока что Старладер вряд ли, я думаю, довольны тем, что кто-то русскоязычный будет их турнир стримить. Ведь пока что Старладер положительного ответа по этому поводу нам не дал. Ну, ждем. Запросы посылаем, смотрим. Не дадут возможность стримить официально их турнир. Ну, не будем стримить, еще много турниров. Вот. Ну, хотелось бы, конечно. Команды собраны крутые там. И нам есть там действительно что делать. Ну, вот. Ну, глянем. Это немножко попозже. Старладер сейчас с нашей молодой организацией не считается. Ну, я, в принципе, сплю и вижу, что это вопрос времени. Там по уровню немножко времени пройдет. И будем уже более весом и более ощутимы. Будем со Старладером вести разговор касательно их турнира. Ну, вообще он интересен нам. Пока, в принципе, забот и без него хватает. Не верю своим глазам. Кто у нас вернулся? У нас Клок переподключился. Бульба с возвращением. Ризенс. Понятно все. Азаза Лалки затралил. Тут же ноуфир психанул просто. Я отменил паузу. Чеширского кота. Разваливают через Дезвард. Убивают все-таки. Убивают 104 секунды. Не будет Чеширского кота. И, по-моему, Тим Тинкер сейчас еще и будут мстить. За то, что ребята умудрились отжать паузу. Нарушили якобы дота-этику. Ну, сколько можно быть этичным? Уже прошло 150 часов ожидания Бульбы. Койква. Сердитый очень. За Койквой отправляется у нас Дитяра. Это будет смешно. Надо просто Вижен получить. Койкве и посмотрим, как Дитяра отправятся в таверну. 25-го левела ССФ уже гем лежит. Но это для Дазла. Ну, Дазл ворвался. Немножко поменял ход событий. Ой, Дазл, Клокверк. Ворвался и ход событий изменил. Поинтереснее стала игра. Ну, потом отвалился и игра стала прежней. МКБ у Дитяра. Это все против Койквы. Новая Лига Дота 2 на деньги, разработанная совместно с Версутой. 5 бонусных долларов при регистрации. Иди, я тебя просто расцелую. Разработали они новую Лигу с Версутой. Красавчики, красавчики. Ребята, все подписывайтесь. Это не обман, чтобы набрать классы. Это все правда. Вообще, пошел ты к чертовой матери из нашего чата. Угу. Врыв у нас пошел на Койкву. Койква на лоу хп. Дитяра теперь в соло рассказывает Койкве. Дожили. Дитяра теперь настреливает еще и Клокверку. На тебе. За всю боль по голове Клоку не отдали. Фраг Дитяра. Пошла погоня за Скайросмагом. Тоже главный обидчик на ранних этапах. Просто с одного удара, а с половиной хп, сносит Скайросмагу. Минус четыре для Пауэр Рейнджерс. Жив Снайпер. Жив Роджер. Роджер ковыряет Т4. И жив Акс. Это главное. Чеширскому коту пора отправляться на Т4. И надо этого каналью как-то завершить. Ну все. Забирают Т4. Будут ли дефать? Есть ли байбеки? Байбеков? Есть байбек у Клокверка. Ну и есть байбек у Видж Доктора. Ну не выходи. Просто стой. Нет. Хотят драться. Все можно поменять. Ничего нельзя поменять. Все. Развалили. КГВП. Поздравляем команду Пауэр Рейнджерс с этой победой. Если это так называется. И счет становится 1-1. Бест оф 2 закончился. Майн Сейнити Хелл Рейзерс. Через несколько минут отойдет весь Дота Пит от этого мощнейшего матча. Взрывная волна и сотрясание воздуха закончатся. После таких сложнейших и серьезных баталий. А Тим Тинкер в четвером против Пауэр в пятером. И мы подключаемся на Хэр Майн Сейнити. Секунду. Давайте я пока с чата не переключусь. Намерены ли мы стримить интернешнл? Конечно намерены. Для интернешнл жизнь вообще вся протекает. Да, намерены. Интернешнл 100% будем стримить. Все в общем-то к этому моменту будет серьезно и круто. Все-все-все-все-все-все. Если будете, то какие матчи самых известных команд или же те матчи, которые не стримят СЛТВ? Нет, СЛТВ для нас не будет показателем. Будем стримить. Постараемся все матчи захватить. Кстати, у нас там кто шарит. Ребята, кто у нас суперкомментатор. Пишите в личку в ВКонтакте. Вообще не забывайте подписываться, репостить, делать все полезное для группы. И пишите в личку, если вдруг воды есть на какие-то матчи записанные, хотя бы пробные. Мы голоса послушаем, посмотрим. Возможно, найдем. Возможно, это будет... Ну, сейчас ищем кастера конкретно на какие-то матчи, короче говоря, наших турниров, которые мы берем. Если вдруг там среди 55 человек, которые есть, кто-то есть шарящий, кто-то с нормальным голосом, нормальным видением доты, рады будем послушать. Ну все, у нас пауза. До Hellraiser's My Insanity совсем немного. Пока не переключайтесь. Не забывайте еще раз на отвече все полезное делать, что необходимо. Все, услышимся через пару минут. Пока что слушаем музыку, смотрим графику. До скорой связи. Продолжение следует...